Борьба с погубным зельем – не абстрактное понятие. Успех дела зависит от конкретных решений и действий. Какую работу в этом направлении проводит Совет общественности Приморского сельского округа, рассказала заместитель председателя Жанна Туманова. В ходе проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» и «Операции МАК» были выявлены домовладения, хозяева которых выращивали коноплю. Общественники постоянно ведут разъяснительную работу с населением, раздают листовки с телефонами доверия. Совместно с руководителями ТУС, работниками полиции было выявлено и привлечено к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача 5 человек. Организовываются рейдовые мероприятия по выявлению мест нахождения граждан, ведущих антиобщественный образ жизни. За период работы Совета общественности с 2011 года 56 дел. Заместитель директора 16-й общеобразовательной школы ЦБНОБАЛКИ Ольга Балушкина поделилась с участниками совещания опытом работы по профилактике наркомании среди подростков. Педагоги стараются привить ребятам ценности здорового образа жизни, сформировать у них точку зрения, позволяющую сказать «нет» в ответ на предложение попробовать наркотик. Налажена работа с инспектором УПДН. В рейды выходит даже родительский патруль. С трудными подростками работают психологи. Кружки созданы так, что каждый ученик может найти себе занятие по интересу. «Воспитательные беседы взрослых с детьми, привлечение школьников к занятиям физкультуры и спорта, к творчеству. Только качественная работа в этом направлении поможет снизить преступность в молодежной среде», отметила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. «Вот это как раз и есть мера профилактики. Когда они заняты делом, они знают, им сегодня надо репетировать, завтра примерка костюмов, завтра на репетицию в город, послезавтра им выступать, они заняты». О преступлениях, связанных с распространением и употреблением наркотических средств, должил начальник Анапского отдела Федеральной службы за оборотом наркотиков Адам Ханахок. В первом полугодии было возбуждено 32 уголовных дела, 22 из которых связаны со сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Изъятое количество составило более 30 килограммов. «Наркомания – это общая беда, и наша главная задача – контроль и профилактика», подытожила заместитель главы курорта Людмила Гузенко. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.